Девушки отдыхают Девушки отдыхают Обыкновенный самый ковшик Для того, чтобы наш сыр не подгорел Мы возьмем ломтик чеснока И натрем его Наш ковшик Мы обмакнем его немножечко в растительное масло Мы только для аромата это делаем? Или еще какой-то смысл в намазывании маслом и чесноком? Мы делаем это для того, чтобы наш сыр не подгорал А важно, из какого материала сделана кастрюлька? Лучше, конечно, использовать эмалированную Но если у вас нет эмалированной Мы используем вот такую вот обыкновенную кастрюльку Просто натираем ее чесноком Мы ставим ее на огонь И она должна быть вот такая небольшая, как у тебя, да? Она может быть разная Если у тебя там много борцов сумок к тебе пришло То бери кастрюльку вам больше То есть это зависит от количества сыра Который мы собираемся плавать? Конечно, да Сегодня мы используем 300 грамм сыра Для этого нам понадобится вот такой вот ковшик Мы сегодня используем обыкновенные украинские сыры Они тоже чудесно плавятся И дадут прекрасный вкус нашему фондю То есть для фондю главное, чтобы сыр хорошо плавился, да? Да Плавится любой сыр Мы туда добавим несколько ингредиентов Которые нам расплавят этот сыр И будут держать его в однородной консистенции И сегодня мы как раз узнаем все секреты фондю Которые можно приготовить просто у себя дома Значит, для приготовления фондю в домашних условиях Нам нужно взять два вида сыра, да? Да Один сыр должен быть нейтрального вкуса А второй сыр, он должен быть более твердым, да? И более насыщенного вкуса А что это значит для сыра? Более насыщенный вкус? Соленый? Да Он должен иметь уже не нейтральный вкус Он должен иметь такой вот очень яркий цвет, да? Ближе к коричневому Вот по типу пармезана Видишь, он такой плотненький, твердый Ни в коем случае не выбирайте сыр, у которого уже есть большие дырочки, да? Этот перезрелый сыр, он не подойдет Здесь 150 грамм сыра, так как он у нас уже нарезан, да? Мы его дорезаем, доизмельчаем Можно натереть его на терку, будет еще быстрее процесс наш двигаться То есть кубики должны быть небольшими, да? Да Для того, чтобы сыр расплавился и приобрел однородную консистенцию Необходимо обязательно добавить еще очень важных три ингредиента Это сок лимона Это белое вино И обязательно немножечко крахмала развести в водичке Крахмал не даст расслоиться Всем нашим этим ингредиентам Вино поможет растворить И лимонный сок тоже поможет растворить наш сыр И 150 граммов сыра более мягкого Видишь, он более сочный и мягкий Для фондю нужно взять как минимум два вида сыра Один из них с насыщенным вкусом, второй с нейтральным Оба измельчить и поместить в нашу кастрюльку А кастрюльку обмазать долькой чеснока, смоченной в подсолнечном масле Все, я включаю плиту на средний огонь И сразу же добавляю туда вино Напомни, пожалуйста, для чего нам нужно вино в фондю? Вино поможет нам растворить сыр И придать ему однородную консистенцию Так как там два разных сыра Они должны соединиться между собой и расплавиться То есть вино помогает соединить сыры Какое ты взяла вино? Я взяла обыкновенное белое столовое вино И сколько нужно его добавить? У нас 150 граммов сыра более плотной консистенции 150 граммов сыра более мягкого, нейтрального вкуса И 50 граммов вина Лимонный сок Здесь приблизительно одна столовая ложечка Даже чуть-чуть меньше Это вполне достаточно для того, чтобы соединить эту массу То есть сок лимона в принципе тоже функцию, что и сухое вино выполняет Совершенно верно Соединяет сыр, который расплавится у нас Помешивать сыр нужно деревянной ложечкой Для того, чтобы у нас вкус никаким образом не страдал И такими восьмерочками, когда он расплавится Я покажу, какие это должны быть движения Еще какие-то секретные движения для фондю, да? Да Я пока расскажу о истории фондю Фондю это французское слово Вот этот вот кокелон, который носили с собой швейцарские пастухи По-французски это слово звучит фондю Это такой горшочек, либо глиняный, либо эмалированный В который мы помещаем фондю Кроме хлеба, который макали в сыр расплавленный На столе начали появляться другие какие-то более изысканные ингредиенты Допустим, вот сейчас в наше время даже креветки используют Для того, чтобы скушать фондю Кому что нравится Кому что нравится Но традиционно фондю с хлебом, да? Да Я слышала, что раньше существовала традиция Нужно было соблюдать очень строго правила употребления фондю И если вдруг кто-то из этой дружной компании Нечаянно уронил кусочек хлеба в расплавленный сыр То он получал пять ударов палками Как тебе? Да, раньше были такие суровые времена Ну сейчас можно тоже что-то подобное придумать Например, уронил кусочек хлеба в фондю Мой посуду Какие сорта сыра в целом лучше выбирать для фондю? В классике это грюер, это фонтина В различных регионах, там в Италии используют итальянские сыры какие-то свои любимые Есть специальные смеси для фондю Если вы не хотите заморачиваться с вином, там или с лимоном, или с крахмалом Но мы приспособили наши украинские сыры Это тоже очень вкусно, ты сейчас попробуешь Теперь вот самое время добавить сюда наш крахмал Видишь, уже сыр начал более активно плавиться Мы берем одну чайную ложечку крахмала И соединяем ее с водичкой Холодная вода? Обыкновенная холодная вода И сколько нужно воды добавить? Ну вот для того, чтобы растворился наш крахмал Здесь буквально одна столовая ложечка А для чего нам в расплавленный сыр добавлять крахмал? Для того, чтобы консистенция была однородная Смотри, вот у нас сейчас еще не соединилось вино с сыром Когда мы добавим крахмал, этот процесс произойдет очень быстро То есть смесь уже кипит, и в этот момент мы добавляем крахмал, разбавленный обычной холодной водой Да Сыр уже приобрел вот такую вот однородную консистенцию И то, о чем я говорила, для того, чтобы он правильно тянулся, когда мы будем туда обмакивать хлеб, мы делаем вот такие вот восьмерочки Мы его как бы заколдовываем, чтобы все произошло правильно Непрерывно вот так восьмеркой нужно перемешивать АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы можем подавать фондю вот в таком вот виде, да? Ты видишь, что оно уже готово, оно кипит Я приспособила самые простые вот такие вот крышечки Они у нас будут служить такими маленькими брусочками или колесиками Мы сюда можем поставить с тобой наш горшочек и уже кушать фондю То есть мы сооружаем такую домашнюю фондюшницу, да? Совершенно верно И вот эти крышечки у нас выполняют роль подставки Нужно в фольгу завернуть, да? Да, ты видишь, что я один завернула, для того, чтобы показать, что там внутри, я второй предоставила тебе Вы можете сделать импровизированную фондюшницу из того, что у вас есть на кухне Вот это, например, подставка для лопаток, обычных деревянных лопаток, которые мы используем на кухне Такая вот красивая большая свеча, переворачиваем, зажигаем И какая-нибудь мисочка, которая у вас есть на кухне Даже этот ковшик подойдет, смотри, он прекрасно здесь поместится Да Просто, оригинально и удобно Мы можем купить красивую фондюшницу и красиво угощать нашу семью Вот так выглядит настоящая фондюшница Совершенно верно Но это, наверное, не дешевое удовольствие Есть различные производители, вы можете выбрать цена-качество По вашему карману Поместим половину расплавленного сыра в нашу фондюшницу И поставим ее на огонь Вторую половину поместим тоже на огонь На нашу импровизированную фондюшницу Ты видишь, что я перевернула обыкновенную тарелку Длинненькую Обыкновенные свечи, таблетки И убедимся, что получится одинаково вкусно Смотри, у тебя есть вот такая вилочка Эта вилочка имеет такой деревянный наконечник Для того, чтобы мы не ошпарили руки Но если мы будем действовать аккуратно, этого не произойдет У нас есть с тобой кусочки хлебушка Для того, чтобы фондю получилось более вкусным Мы возьмем немножечко оливкового масла И нагреем наш хлеб с чесноком Хлебушек у нас немножечко подсушен Он мягенький внутри Для того, чтобы он был более вкусным и аппетитным Я использую буквально несколько капель оливкового масла и чеснока Мы готовим традиционное фондю Это значит, что будем в сыре обмакивать хлеб Для фондю лучше брать белый хлебушек? В принципе, да Но если вы не употребляете в пищу белый хлеб Конечно, черный хлеб тоже можно использовать Мы подсушиваем хлеб, чтобы, когда мы ели фондю Обмакивая его в сыр, крошки не оставались там в сыре Совершенно верно, да Ну что, наш хлебушек немножечко подрумянился Он стал теплым и более красивым Сыр потихоньку кипит Ну что, мы можем отледать это чудесное шпицарское или французское лакомство Фондю, которое мы приготовили дома И фондюшница у нас тоже самодельная, импровизированная Я с огурчиком попробую А я с хлебушком Давай Он еще теплый Вот по правилам поедания фондю Сколько нужно там держать кусочек хлеба или огурчик, скажем? Нужно его хорошенько обмакнуть, да, и достать Завернуть И отправлять в рот Сыр и огурец дают необыкновенный вкус Вот что значит традиционное фондю И с хлебом тоже вкусно, да? Ну, конечно А самое главное, что мы приготовили фондю в домашних условиях А получилось, как в швейцарских Альпах Это прекрасно А теперь давай проверим, насколько вкусное фондю получилось фондюшницу Которую мы купили в магазине С удовольствием Здесь тоже самое, кастрюлька стоит на горелке Тот же принцип, что мы использовали для самодельной фондюшницы Оказывается, самодельная фондюшница работает не хуже, чем покупная Которую можно приобрести гривен за 300 Отличная идея приготовить фондю дома Из кастрюльки подставочек и свечек Спасибо тебе, Танюш! Для приготовления домашнего фондю нам понадобилось два вида сыра Чеснок, сок лимона, белое сухое вино, картофельный крахмал Посуду для фондю натереть изнутри чесноком, смоченным в растительном масле Сыр натереть или нарезать мелкими кубиками и растопить в кастрюльке Потом добавить вино, лимонный сок, а затем крахмал, смешанный с холодной кипяченой водой После того, как сыр расплавится, фондю следует поставить на слабый огонь, чтобы он очень тихо и равномерно кипел К фондю можно подавать кусочки подсушеного хлеба, огурчики, ветчину, кусочки мяса или что вам понравится Попробуйте, и все будет добро!